друзья всем привет с вами снова дмитрий мой канал не американец ну что хочу просто поделиться с вами своими ощущениями от прогресса какой прогресс классный как мне нравится жить сейчас в наше время давайте я померну сейчас камеру на дорогу и просто расскажу о чем речь у меня сегодня такая ситуация произошла я с утра у меня прихватило спину у меня обычно такое бывает я как бы давно пытался найти кого-то кастоправа в атланте ну чё ты как-то все безуспешно и вот думаю дайте я выставлю в группе просто на фейсбуке друзья выставляй на фейсбуке кто-то может посоветовать кастоправа просто на группе от группы в атланте и мне сразу там написали каких-то количество каких-то комментариев одного советует другого советует там третьего вот и потом несколько человек даже написали в личку что мы слушали вот такого-то советуем такого-то не советуем вот играет там одному человеку помогли сильно одни я говорю ну дай телефон того человеку которому мы помогли я спрошу позвонил человек сразу поднял трубку и он не да есть там один кастоправ который мне сильно помог я дай телефон я этому кастоправа набираю у вас есть возможность принять он говорит да вообще без проблем сейчас может прям подъезжать я сразу сажусь машину и буквально я выставил выставил вот это сообщение 10 минут назад прошло 15 прошло 15 минут я уже нашел специалиста и уже к нему еду то есть это вообще это настолько круто я вспоминаю вот в прошлом вот как найти кого-то да вот 15 лет назад 20 лет назад это же было вообще ну или объявление надо было искать в газете даже еще интернетом мы не пользовались или нужно было кому-то позвонить спросить просто кто кого знает так это чтобы звонить даже своих друзей кто-то трубку поднимет кто-то не поднимет еще сотовых телефонов-то не было вот вы вспомните просто мы так быстро привыкаем к прогрессу что это удивительно было это очень все сложно и нудно и долго и не найдешь а тут просто выставляешь да выставляешь какое-то сообщение и это сообщение видит там три четыре пять тысяч людей представляете одноразово то есть это вообще но это 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 очень крутой прогресс просто я еще раз говорю мы к нему быстро привыкли и сейчас это как заданность другой прикол от вам скажу я когда в америку приехал опять еще по интернету мы не могли общаться я помню что я звонил ну своей будущей жене на тот момент по телефону покупал карточку стоило там на 10 долларов и хватало мне ее но я не помню на сколько но не намного на полчаса наверно на час разговоров и тоже это было очень неудобно и нудно и дорого и и все а потом вот появился skype да то есть я еще даже помню когда мы жили в россии там смеялись что ну дойдет прогресс что типа можно будет там по видеосвязи разговаривать но тогда это все равно это немножко как шутка была хотя мы вроде понимаешь ему это направление идем а сейчас это же вообще да то есть сколько этих аппликаций и скайпов и и фейстаймов и всего на свете да на телефоне что можете звонить и большинство разговаривает уже по видеосвязи давно то есть это так прикольно ну мне нравится жизнь это во время прогресса сто процентов и конечно ну честно сказать хочется жить дольше потому что ну вот прогресс не стоит на месте и оно прикольно интересно смотреть что же нас ждет впереди а если не будет никаких глобальных изменений там каких-нибудь войн не знаю там с ближним востоком который вдруг захватит весь остальной мир тогда мы конечно откатимся в какое-то средневековье что будет очень печально поэтому я надеюсь что страны которые развиваются страны с прогрессом они конечно ну смогут отстоять свою свободу потому что этот прогресс дает конечно действительно очень многие такие вот возможности которых начать не было бы это очень круто кстати я вспомнил еще за один крутой прогресс помимо всяких других прогрессов да но вот есть такие моменты в прогрессе которые прямо вот меня жизнь к лучшему gps друзья с моей памятью у меня было столько приколов ездили без gps я часто никуда не еду вот не включая gps потому что я ну не запоминаю вот а раньше я терялся столько раз бывало что уезжал в какие-то вообще кто знает куда просто и бывало такое что я просто тупо ехал и забывал когда еду вот мыслях потерялся и еду себе еду 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 потом полчаса пройдет я кто знает где я подумал позже куда еду я в общем другое место не надо вот было много раз такое вот а сейчас вот я помню ну короче вот с появлением gps конечно все изменилось стало к лучшему и в общем стало классно вот такие вот несколько моментов все приехал я по местному значению друзья тимоша заметил особенно что если он прыгает на эту штуку она загорается и он с ней играет а это скандер он сканирует развал схождения пытается как понять как он работает прыгает у нее тут так то это когда он загорается иногда нет ему нужно просто отойти в сторонку и прыгнуть на него заново а он видит еще и смотрите на нем огонечки разных сторон да а вижу 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 комарик до комарик большом большого комарик ага два комарика да а что а что ты там делаешь тимош а что там делаешь она покажи что там делаешь о ничто себе а такое вену игрушку придумал там этот меняем масло машине и пока нам скучно мы тут развлекаемся а Ага, 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 вижу, да, да, комарик, комарик большой, вижу, вот так он разговаривает у нас, ага, сколько комариков, два, ну это он на любую цифру он так показывает, то есть вы не думаете, что это он показывает два, он просто показывает, что их несколько, да, все, так, ой, там много комариков, Ага, сидят, да, на стене, ага, три, три комариков, такой вот желтенький, оранжевенький у нас мальчишка, как комарики летают, вот так летают, ага, ага, Ну а такой вот мы диверский Ждем, ждем машину